СПАРТАК Следующий вечер показал. Самарские баскетболисты не собираются ехать на Дальний Восток аутсайдерами пары. После первой четверти второй игры они вели в счете 4 очка. Второй проиграли по фолам. Спартак был точен в исполнении штрафных. 36-37 в пользу гостей. И на большой перерыв они уходили с победным настроением. Тренер будет решать, что предложим. Свою игру будем играть дальше, давить. Самара вернулась в игру в середине третьего периода. Менее чем за одну минуту горожане организовали три результативные атаки и вырвались вперед. 49-43. Глеадоры, Алексей Жуканенко, Максим Числов и Сергей Топоров. После такого успеха Самара продолжила забивать. Спартак совершал ошибки как в атаке, так и в обороне. На последний перерыв хозяева паркета ушли с преимуществом уже в 9 очков. Сейчас мы победили. На нашей стороне какое-то психологическое преимущество. Пускай теперь они дергаются и думают, что с вами сделать. Спартак не нашел ни сил, ни возможности в финале противостоять самарской команде. Почти каждая атака приносила очки горожанам. В корзину стали залетать все чаще трехочковые. Отрыв увеличивался. Сирена зафиксировала успех Самары. 78-68. Команда сравняла счет в серии 1-1 до трех побед. Здесь каждая ошибка это практически вылет. То, что мы вчера вышли или не настроены, или наоборот перестроены. Вот оно и сказалось. Сегодня был совсем другой настроек. Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. В четверг и в пятницу Самара продолжит борьбу в плей-офф Суперлиги, но уже во Владивостоке. Четвертьфинал может закончиться для обеих команд на Дальнем Востоке. При ином раскладе пятый матч пройдет 3 апреля в понедельник вновь в Самаре. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.